Доброе утро, столицы Восточной Сибири и всей Иркутской области! Наидобрейшего утра и, конечно, ударного дня, друзья, желает вам Яна Калатеева. Игорь Бяволс, это утреннее шоу-барабан. Просыпайтесь, пожалуйста, что, уже лет на дворе, да, лето, природа, ну что? Да я скажу больше уже, половина первого месяца прошло. Ну, для меня все равно еще начало лето, еще свежая листва, еще все, между прочим, лето планируют. А что такое лето для тебя? Лето для меня, ну, это природа, это Байкал, это речка. Походы, палаты, костры. Романтика? Да, смотри, как падают звезды вообще. Можно сидеть всю ночь на берегу реки или озера Байкал, да, и не замерзнуть, во-первых, и в то же время. И наслаждаться шикарной природой. В нашем таком необъятном и загадочном мире существуют уникальные пешеходные тропы, которые достигают длиной не одну тысячу километров. Ого! Например, Апалаческая тропа. Да? Да. Слушай, ну это, наверное, здорово. Есть еще много разных маршрутов, допустим. И у нас на Байкале есть много разных маршрутов. Да, с Листвянки можно дойти до Больших Котов, как правильно говорить. А можно из Иркутска дойти до Листвянки, например. Можно тоже сесть на велосипед и доехать, на самом деле, сейчас так многие делают. Достаточно хороший фитнес, называется. И, в принципе, если это делать с утра, то вообще отлично. Вообще отлично. И лето, самое время для активного именно отдыха, а не просто полежать на пляже, потому что, во-первых, будет и настроение поднимется, позитив соберется, скопится сразу же. О, он сразу в мышцах поднимается. Да, похудеете. Ну и действительно фигуру поправите. В общем, совмещать приятное с полезным, друзья мои, ну и, конечно, с нашей разминкой в том числе. Доброе утро! В эфире рубрика «Разминка» и с вами я, ваш персональный тренер Валентина Гилевич. А поможет мне провести утреннюю разминку моя коллега Валерия Куманина. Итак, начнем. Руки в стороны, плечи опущены. Достаем одной ручкой до уха, другим ухом тянемся к плечу. Раз. Возвращаемся в положение. Другая рука. Два. Возвращаемся. Три. Это упражнение позволяет растянуть нам мышцы шеи. Четыре. Отлично. Итак, возвращаемся в наше привычное положение. Достаем ручкой до противоположного плеча, к одноименному плечу, к противоположному, к одноименному. Возвращаемся снова в привычное положение. И делаем другой ручкой. Раз. Два. Три. Четыре. Другая рука. Это упражнение нам позволяет растянуть мышцы руки, спины и шеи. И еще один раз. Раз. Два. Отлично. Итак, следующее упражнение мы будем выполнять на область корпуса. Ноги на ширине плеч. Колени мягкие. Ручки на поясе. Итак, мы вывозим корпус вперед, назад, в сторону, в сторону. Итак, повторяем еще раз. Вперед, назад, в сторону, в сторону. Вперед, назад, в сторону, в сторону. И последний раз. Вперед, назад, в сторону, в сторону. Отлично. Итак, следующее упражнение мы выполняем на область ног. Итак, мы поднимаем ножку и делаем круговое движение. Раз, два, три, четыре. Другая ножка. Раз, два. Стараемся держать равновесие, не падаем. Три, четыре. Хорошо, мы разнимяли ножки для более сложного упражнения. Итак, в чем заключается следующее упражнение? Мы делаем на раз выпад в сторону, на два выпад вперед, на три пружинка, на четыре встаем. Раз, выпад вперед два, пружинка три, встаем четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. На этом наша разминка закончила. Желаю вам приятного дня и хорошего настроения. Пока-пока. Ну что, собираем рюкзаки, палатки и идем в поход. Не забудь спальник. Спальник обязательно, а то придется спать на траве. Ну, не обязательно, может, кстати, друзья, если собираетесь в поход в первый раз, не забудьте какой-нибудь такой специальный коврик, их сейчас продают. Каримат. Ну, типа того, да. Раньше у нас называлось это просто пенка был такой кусочек, который сворачивался с собой в рюкзачок. И дабы лежать можно было везде и не заслудить своей почтой. Ну, а можно еще взять надувной матрас, например, маленький, тоже подойдет. Ну, чтобы просто на земле лежать было не жестко. Ну, и вообще, не помешают несколько полезных советов. Ну, на самом деле, да, потому что сейчас, благо, таких советов достаточно и к ним разных всяческих, будем говорить, приятностей, всяких лайфхаков для них существует в нашем мире огромное множество. Ну, вот давай, например, тоже несколько советов дадим. Вот первый, брать в поход с собой больше еды и меньше народу. Совершенно верно. Если вы завариваете чай, да, то полюбопытствуйте, не варятся ли там уже какие-нибудь макароны, допустим, или рис, или там кто-то, может быть, тушуночку положил, да. Ну, а, например, что еще можно посоветовать? Походный завтрак вспомнить, это замечательная гречневая каша на костре, сухарики вот эти вот с изюмом, чай на костре. На самом деле, на костре можно готовить даже тортики и кексики. На самом деле, рецептов сейчас в интернете предостаточно. Да, например, вот на угрях можно приготовить кексик в апельсиновой цедре. Просто разрежьте плод пополам, съешьте апельсин и почти готово. И, в принципе, все, залейте в эти корочки тесто, да, и поставьте. И все, и поджарьте на костре, обязательно попробуйте. На самом деле, мне кажется, самое вкусное на костре, это вообще все, что сделано на костре, уже вкусно. Но все-таки, я думаю, что вот эта печеная картошка, которая дымится в углях, когда ее берешь, здесь потом перемазанной, посыпаешь солью, ну, такой-то счастливый. Ну, а как же шашлык на костре, вот это самое вкусное. Ну, это тут нет, ну, это, конечно, вкусно, но картошку, по-моему, вот эту вот картошку из детства никто не заменит. Притом, это очень угарно, когда берешь и смотришь на своих друзей, они все тоже все-таки черные, чумазые. Чумазые и довольны, едят картошку. Какие индейцы, да, сидят около костра. Есть в этом что-то перевобытное. Особенно, если это на завтрак, действительно, получается очень угарно. В еде вообще есть что-то перевобытное, но она с первым делом угарный завтрак. Найдобрейшее, наивкуснейшее утро, друзья. С вами Сергей Михно, это шеф-повар кулинарной студии Анетти. Сегодня вновь будем вас баловать чем-то интересным. Доброе утро. Доброе утро, Юлия. Я вижу, пита уже здесь есть. Есть она, продолжаем нашу. Восточную. Питовую. Питовую попею. Итак, сегодня я подумал, почему бы нам не приготовить омлет. Именно, не, наш пиговать бы, да, начинить бы нашу питу. Омлет. Омлетом. И, я думаю, еще два вида сыра. Маленький помидор и свежий укроп будет вполне, вполне адекватно. Да, по-моему, будет вообще шедеврально. Завтрак. Итак, тогда приступим, собственно. Давайте. По классике я попрошу вас приготовить омлет. Хорошо. С трех яиц. Сначала разбиваем яйца, пожалуйста. Пожалуйста. Да, соль, перец тоже в конце. И затем с яйца будем помешивать. Включаем огонь. Потихоньку-потихоньку готовить кремообразную массу, да, так, чтобы омлет был у нас не сухой. И начинаем постоянно помешивать ложкой, либо деревянной лопаткой. Отлично. Я же тем временем нарежу укроп, для которого у нас пойдет тоже как раз именно в омлет, который в пару минут уже возьмется, приготовится. Также будем использовать для наших видов свежий томат. Ага. Вот уже подготовлю, нарежу и добавляем. Да, он сам дойдет. Да. Сюда ложечкой, все вместе. Можно сливочное масло обычное добавить тоже без проблем. Укроп наш пошел туда. Укроп. Отлично. Обязательно мы добавим твердый сыр, уже тертый. Это в нашем случае пармезану, можно использовать любой другой сыр. Ага. Щепотку сольки. Чуть-чуть. Я еще вот очень сильно хочу добавить моцарелла, либо тот сыр, который очень хорошо у нас с вами тянется. Тянется. Да, и тянутся. Все это к нашему омлету. Я беру нашу питу и сначала буду выкладывать слои томатов. Мы уже близки к цели. Мы уже близки к цели. Томаты у меня здесь уже, пожалуйста, есть. Все, и теперь аккуратно, значит, все это на томаты выкладываем. Стараться не разорвать. Работа в команде. А что осталось делать? Вот от себя я нашел бутылочку оливкового масла. Хочу чуть-чуть сбрызнуть. Хаотично. Маленько оливковое масло мы сбрызгиваем. Все закрываем. Ладно, берем питу. Развернем ее пополам. Удобнее будет есть. Как раз такой завтрак на двоих. Вот так. Все, бежим буквально, не то что идем, бежим пробовать. Друзья, мы желаем вам приятного аппетита и, конечно, яркого, сочного и питательного утра. Чем вот хорош отдых на природе, о котором мы говорили? Тем, что там действительно нет соседей. Ты в палатке, ты можешь поставить ее вообще на каком-нибудь пустыре, и никто тебя не будет трогать, никто не будет шуметь, включать музыку, топать. Если там не поставил палатку еще кто-то другой, например. Ну, да. Ну, всегда можно взять палатку и переехать. Вот это еще один плюс, например. Да, да, да. Совершенно. Найти себе место уединенное, хорошее, где поют птички, где самый красивый закат. Да, но еще бывают те соседи, которые, во-первых, постоянно делают ремонт, у которых ремонт просто круглогодично. Да, ну, я думаю, что каждый меня поймет, кто когда-либо просыпался от таких звуков. И потом это начинает прямо раздражать. Ну, конечно, это же заглушает и телевизор, и твои разговоры. Что какой-то такой электродятел поселился у тебя в голове. А еще бывают такие соседи, которые предпочитают хранить свои вещи не в квартире, а, например, в общем каком-то вот коридоре, которые маленькие такие коридорчики. Просто все заставят, не пройдешь, не проедешь, ничего. А еще они бахают вот этими большими своими сундуками и кастрюлют. Коля, не могу найти кеды. Вот это все слышно. В общем, бороться с соседями можно, наверное, или все-таки лучше договориться. Можно, например, шуметь в ответ, купить какие-нибудь туфли громкие, ходить, топать. Или какие-нибудь петарды, начать их взрывать, но мы этого делать не рекомендуем. А еще есть в интернете музыка специальная, называется «Месть с соседями». Можно ее включать погромче. Какой-нибудь дип-хаус, например. Да, на басах. Ну, на самом деле, соседи имеют право шуметь, есть такое право. Да, с 7 до 23.00, так как это время не является ночным. Поэтому все ваши претензии будут бесполезны. Но если это праздничный выходной день, тогда, ребята, уже вы можете спокойно идти. Можете ругаться. Ребят, пожалуйста, прекратите, да, прекратите ваши всякие сопелки, шумелки. В общем, о чем пел когда-то Винни-Пух. Лучше спокойно договориться, вот как говорил Винни-Пух, прийти в гости по утру. И поступить мудро. И по печи договориться, да. Ну, а мы поступаем мудро, потому что к нам по утру тоже пришли гости. И сейчас мы с ними поговорим о том, как раз, как бороться с лишним шумом в своей квартире. Так же радушно, как и с соседями. Доброе утро, друзья. Ну и, конечно, доброе утро. Мы говорим Роману Викторовичу Кролю, это генеральный директор строительно-отделочной компании ООО «Санарема». Плюс. И именному Николаю Викторовичу, учредителю компании натяжных потолков «Скайлайн». Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, мужчины. Ну что ж, мы тут заговорили о соседях, которые порой мешают спать, и мешают жить, и могут надоедать. Да, как песню в Зимфире. Хочешь, я убью соседей, что мешают спать. Да, вот именно. Ну, убивать их, наверное, не стоит. Ну, конечно. Сейчас же столько разных технологий, чтобы уменьшить шум в своей квартире. Давайте об этом поговорим. С помощью чего можно сделать шумоизоляцию? Да, на самом деле это актуальный вопрос в настоящее время, и каждый, кто имеет рядом соседей или шумное производство, либо оживленную трассу, они задумываются о том, чтобы усилить звукоизоляцию в своем помещении, квартире, доме. И на самом деле сейчас много есть композитных материалов, которые используются для звукоизоляции. На самом деле они довольно-таки просты в монтаже, и это может сделать любой человек, который хочет избавиться от ненавистных звуков из-за стены или снизу. На самом деле сейчас часто используются материалы, такие как звукоизоляционные плиты, которые поглощают шумы, и они просты в монтаже. Вы можете сделать это сами или воспользоваться услугами профессиональных работников. Вот это мне больше нравится, потому что, допустим, я вот честно вам скажу, да, ну не рукастый мужчина. Вот поговорить, да, а вот прибить, что-то сделать, я кроватку-то собрать не смогу, поэтому... Ну, для этого есть профессиональные компании, которые оказывают услуги и по шумоизоляции, и по ремонту в помещениях, и вы можете обратиться за помощью. Ну, а вот эти плиты, они в смысле, как вот обычная плитка, допустим, которая в ванну, или они под... Нет, есть различные материалы, как тонкие, так и объемные, да. Есть такое понятие, как ударный шум и воздушный шум, да, воздушные шумы. Те шумы, которые передаются через какое-то удары или деформации, да. В смысле, это то, что топот, сверлят, да? Да, бурение, допустим, в новостройках это актуально очень. Они сделали ремонт, заехали, а другие соседи начинают делать ремонт через год, два или три, и сталкиваются с этой проблемой. Эта проблема, она остается насущной, когда ты не можешь или усыпить ребенка днем, либо сам вечером уснуть из-за какого-то шума, из-за стены, который, может, вообще происходит или в соседней блок-секции, либо на первом этаже, когда вы на девятом. Да, совершенно верно, потому что сейчас такие дома, это раньше, да, допустим, там в 60-х годах стены-то вот такие были. Да, не так, стены. А сейчас-то можно узнать, о чем соседи разговаривают. Да, на самом деле, как бы, достаточная шумоизоляция, если прибегать к техническим терминам, да, это 50 дБ. И если у вас плита тоньше, чем 200 миллиметров, да, то есть 20 сантиметров, она не обеспечивает этой шумоизоляции, и вы слышите звук, который издает человек, который что-либо говорит, и вы можете, находясь у себя дома, слышать, о чем разговаривают за стенкой. Это же очень некомфортно. Это дискомфортно. Я говорю, ой, я ухожу от тебя, не уходи, пожалуйста, Оля, нет, ухожу. Еще одна насущная проблема, все мы знаем, да, ты смотришь правильно на потолок, люди любят белить потолки, потому что где-то там что-нибудь подкаряпалось, что-то попало. Я прям скажу, если, ладно, мушка я, но если, допустим, дома газовая плита, то обычно всегда вот этот закопченный верх, и вот прям такие все время проблемы возникают очень часто. Вот как с этой проблемой избавиться и избавить себя навсегда от этого процесса? Реально ли это вообще? Ну, во-первых, побелка – это не самый практичный метод отделки потолков на сегодняшний день. Есть гораздо более удобное решение – это натяжной потолок. Потому что, во-первых, побелка, она делается человеком раз в год или раз в два года, да, это необходимо постоянно потолок подновлять. Это еще хорошо, вы сказали. А если делать… У них даже за раз в пять лет делать. А если делать натяжной потолок, то мы эту проблему избегаем, соответственно, натягиваем, он получается идеально ровный. В уходе потолок не нуждается. То есть не надо его мыть? Нет, его можно протирать там раз в год, раз там, возможно, в проблемных местах возле окон, где батарея, и там вот, соответственно, теплый воздух поднимается. Можно проверить, это, ну, светлая тряпочка, все грязь есть. Белыми клетчатками. Да, как в одной из программ. Берете обычную жидкость для мытья стекол, это все протирается легко. А так он не нуждается в уходе, потому что он имеет антистатическое покрытие, и поэтому грязь практически, в принципе, не притягивает. Особенно практичные в уходе – это глянцевые потолки, потому что они имеют гладкую структуру, также сатиновые практичные, но от матовой они менее практичные, потому что фактура у материала пористая, и грязь забивается в микропоры. Ну, а как часто нужно менять натяжной потолок? Ну, натяжной потолок, гарантия производителя на него дается 10 лет, поэтому менять часто его не придется, и зависит еще от качества смонтированного потолка. То есть, как хорошая компания сделает, мы отдаем, допустим, 7 лет гарантию на установленный потолок. Ну, это очень серьезно, 7 лет гарантии. 7 лет – это только на монтажную работу, а 10 лет, повторю, на материал. То есть, гарантия дается на то, что материал не провиснет, не выцветит, и с ним ничего не будет, и не оторвется от стен. Ну, если специально нарочить, а не делать там всякие опыты, не знаю. Ну, да, материал этот потолка натяжного боится острых колючих предметов. То есть, даже если пробку от шампанского открыли дома, шампанское настрелено в потолок, то ничего страшного с ним не произойдет. Необходимо отметить еще, что касательно потолков натяжных, еще есть и какой огромный плюс, что касается многоэтажного строительства. Мы же никогда не уверены в наших соседях, которые живут сверху, что они там не прольют что-то, что у них там сантехника в порядке. Вот, об этом я и хотел спросить, что вдруг затопит, что? Да, то есть, натяжной потолок, он держит порядка 100 литров на квадратный метр. И это очень хорошее подспорье для тех, кто боится о своем ремонте качественном, либо бытовой технике. То есть, если затопит, то куда вода-то пойдет? Если вдруг какой-то, да, вот смотрите, нерадивый сосед забыл выключить кран у себя, и у него вода пошла через край, ну, допустим, да, и побежала на пол, он спит там или ушел куда-то, неважно. То вода поступает, у вас получается пространство потолком изолировано от основного потолка. Вода скапливается в натяжном потолке, ну, естественно, там, если несколько тонн воды вылить, он вряд ли выделит, он может до пола вытянуться, да. Но, скорее всего, таких объемов воды редко бывает, потому что уже на этой стадии ситуация решается, перекрывается кран, в общем. И, то есть, если вода попала в потолок, мы можем его демонтировать, устранить затопление, и потолок вернется в первоначальный вид. При этом ваша мебель и бытовая техника, ремонт останется в первозданном виде. Слушайте, ну, это вообще очень здорово, да, потому что вот эта проблема, на самом деле, очень частая. Особенно часто бывает такое. В старых домах, где трубы уже не совсем соответствуют качеству, да, и я вот прямо скажу, у меня очень многие знакомых были такие ситуации, когда только постелил линолеум нового, или там еще что-нибудь еще, и тых, и все вздыбилось. Ну, да, это вот огромный плюс, плюс еще натяжных потолков, в чем еще можно сказать, что мы можем сделать любую красивую конструкцию, сделать фотопечать, двухуровневые потолки, обычные потолки классические. То есть, фотопечать прямо можно свою фотку, допустим, или там любимого человека. Можно там небо напечатать, можно там цветы, еще что-то, можно все, что угодно под интерьер посмотреть, что-то дополнить. Любая цветовая, гамма, такая. Любая, можно сделать, чтобы на стене было, допустим, натяжной потолок с подсветкой, и переходил прямо в потолок, ну, то есть, со стены в потолок, допустим, дерево вот было делали, то есть, очень красиво смотрится. Все на что хватит фантазии. Слушайте, да, я буду, да, еще яблочки вешать. Сюда встаешь. Я, на самом деле, хотел еще развеять миф, да, ну, о цене на натяжные потолки. То есть, сейчас многие люди, как бы, ну, пользуясь своими воспоминаниями о том, что натяжной потолок в начале, когда у нас появился, очень дорого. То есть, даже сейчас некоторые заказчики, они задают вопрос, когда предлагаешь натяжной потолок, это же, наверное, дорого. На самом деле, как бы, если брать в расчет новостройку, где вообще никакой обработки потолка не производилось, за никаких работ, то есть, голая плита, и это, на самом деле, как минимум в два раза дешевле, чем штукатурить, шпаклевать и красить потолок. Здесь нужно сделать, как бы, да, такой акцент. Вот такой вот принялайхак, можно сказать. Я себе могу дополнить, вот то, что Роман сказал, если, что касательно вот потолков по цене, да, то есть, взять гипсокартоном, некоторые люди хотят отделать потолок гипсокартоном, потому что считают, что натяжной потолок дороже будет. Надо учитывать тот момент, что гипсокартон со временем трескается, как бы хорошо вы его не делали, все равно на месте стыков, даже если серпянку делают, там, мажешь, поклюют, со временем плиты ходят, потолок получается трещины. Натяжной потолок данных проблем, у него отсутствуют такие проблемы. Ну, то же самое, что на лепной потолок, да, потому что это уже дело, вот эти плиточки выкладываешь, а потом они, э, плепают, они еще и мягкие. Что-то туда попало, там, не знаю, ребенок машинку кинул, все, можно сказать, новую плиту клеить. Ну, да, все правильно. Век интернета вообще, в принципе, можно зайти на сайт, проверить качество, проверить отзывы, соответственно, и отнестись серьезно, не экономить деньги на этом, потому что это все-таки ваш ремонт. Вот этот момент про экономить деньги, да, сейчас много частников, которые занимаются ремонтами, да, и на самом деле они, как бы, позиционируют себя, как дешевый ремонт, да, но на самом деле, когда фактически подходишь к ремонту и спрашиваешь, ну, сколько вам насчитали здесь и сколько мы насчитали? Ну, чаще всего наша фирма, мы даже дешевле предоставляем эту услугу за счет того, что это не единственные объекты, их много, и, как бы, можем компенсировать, как бы, расходы за счет некоторых других объектов. В общем, друзья, выбирайте грамотно, правильно и с умом. Совершенно верно. Ну, и мы все вместе желаем вам хорошего дня, доброго утра, и, собственно говоря, если у вас ремонт, то легкого. И терпения. Да, легкого ремонта. Пока. Доброе утро, друзья, с вами утреннее шоу Барабан, Яна Колотеева, Игорь Бяус. Сегодня мы говорим о лете. Летом кто-то делает ремонт, кто-то едет в палатках куда-нибудь в горы или в реке. От тех подальше, кто делает ремонт, например. Совершенно верно. Ну, и мы предлагаем вам парочку таких лайфхаков для похода. Вот, например, используйте туристический коврик, как пол в палатке, очень будет удобненько. Ну, и, соответственно, он поможет вам, во-первых, не застудиться, во-вторых, просто удобнее, чем ходить по траве. Немножечко мягче, да. Достаточно будет гладко, да. Вот еще один хороший совет. На случай, если у вас сядет фонарик, возьмите с собой небольшую баночку, а стенки ее изнутри покрасьте нетоксичной светящейся краской. Это будет лучше, чем ничего все-таки. И на самом деле очень даже будет, по-моему, романтично. А можно взять несколько баночек разного цвета. Ну, вот, да, тоже вариант. Вот еще один совет. Для перевозки специй в походе используйте коробочки из-под тик-так. Ну, это сейчас. А раньше брали коробочки пустые. Из-под печек. Из-под печек, да, и туда. Соль, перец, в основном, а другие приправы с собой даже сильно не брали. А еще вот предлагают такой очень вариант, который экономит место. Например, в пластиковую трубочку, соломку, подпалить конец немножечко, чтобы он слепился. Туда насыпать специи и сверху также его залепить. И получится очень-очень маленький пластиковый пакетик. Отличный лайфхак. Да. Ну, на самом деле, если вы собираетесь в большой и дальний поход, то выбирайте рюкзак себе по силам. Мы говорим про то, что если вы возьмете очень большую щеркзак, которую вы не сможете резти, вы сотрете ноги, во-первых, устанете и не получите никакого удовольствия от вашего пешего. Просто устанете идти, действительно. Ну, и вот еще парочка советов. Например, мыло, чтобы оно не занимало очень много места, если какой-то большой кусок, его можно порезать ножичком на тоненькие кусочки. Это получится как одноразовое мыло. Взяли, использовали, и, соответственно, и места много не занимает, и потом еще и освобождается место. Отличный совет. Если вы заготавливаете дрова, в общем, пилите дерево, и обнаружили, что оно не пилится. Так. Как ты думаешь, что? Что нужно сделать? Снять, может быть, чехол с пилы, вот и все. Очень хороший лайфхак. Отличный лайфхак. Ну, тогда, если по такому же принципу, еще один. Собираясь разжечь костер из собранного хвороста, обязательно проверьте, не зарылся ли в него товарищ. Кстати, друзья, когда вы вползаете в набитую людьми палатку, вот, и не нашли там своего спальника, посмотрите, а ваша ли это палатка? Ну, кстати, да, очень актуально. Ну, или вот еще один. Как мы знаем, душевых кабин, к сожалению, в палатке нет, поэтому меньше сантиметра это не грязь, а больше само отвалится. Ну, и еще один парадокс, а наша жизнь ими полна, я говорю про парадоксы. Потому что, допустим, в солнечный день, когда ты идешь с рюкзаком, спина у тебя мокрая, а когда ты ее держишь в дождик, ты весь мокрый, а спина сухая. Волшебство? Волшебство. It's a miracle. Это чудо? Магия вне Хогвартса. Совершенно верно. Ну, вообще, мастерство в походной жизни определяется умением использовать взятые в поход ненужные вещи вместо оставленных дома нужных вещей. Ну, у нас есть очень нужная Александра, которая в своей рубрике расскажет обо всех нужностях и, конечно, ненужностях. Включайся. Всем доброе утро, с вами рубрика «Включайся» и я, ведущая Саша Малых. Надеюсь, вы выспались. Если вас не разбудили посторонние звуки из-за стены в 6 утра, то вам точно повезло с соседями. А это еще один дополнительный повод для улыбки с самого утра. Но, чтобы наверняка поднять вам настроение, мы нашли забавные видеоролики в сети. И как раз про соседей. У мужчин соревновательный дух, наверное, в крови. Они постоянно спорят, что у кого лучше, больше или круче. И вот вам пример из жизни. Два соседа, которые соревнуются во всем, начиная с газонокосилки, а заканчивая. В общем, смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok А вот бывают и такие соседи. Кстати, у меня они были. По выходным мое утро начиналось с трели-дрели или перфоратора. Я не совсем в этом разбираюсь. Но, казалось, делают они это намеренно, чтобы не дать мне поспать. Ну а последний на сегодня ролик неразрывно связан с предыдущим. Тут тоже соседи орудуют какой-то дрели. У меня вообще все в одну картинку сложилось. И парень из прошлого ролика с жаждой мести и вредительства, возможно, и есть герой за стенкой. Я уверена, что у вас найдется масса видео, которые будут интересны всем. Присылайте их нам на почту barabansobaka.ru или в группу ВКонтакте. Самые интересные видео выпадут в эфир, а вы будете награждены. С вами была рубрика «Включайся». Хорошего настроения на весь день. Пока-пока. Дорогие друзья, ну вы тоже включайтесь в нашу рубрику и присылайте нам свои видеоролики на почту barabansobaka.ru. Ну а лучше вы, конечно, увидите в нашей рубрике «Включайся» и за это получите разные приятные подарки. Ну а если у вас есть что интереснее, серьезнее и длиннее роликов, снятых на камеру телефона, например, карткометражный фильм, собственная анимация, тем более присылаю ее нам на почту, но на другую. www.fishaysobaka.ru Или просто приносите нам в компанию, ну адрес я вам подскажу еще разочек, это город Аркутск, улица Российская, 13 дробь 1. Будем ждать ваших талантливых работ. Ну я предлагаю немножечко отвлечься от походов, так как мы уже начали это делать. Хотя подожди, вот например, поход, это же всегда вечер, при свечах, при костре, это песни под гитару, это стихи, это такая романтика. Слушай, да, я прямо, вот я прямо это очень-очень люблю. Между прочим, 20 июня 1932 года родился Роберт Рождественский. Его часто еще сравнивают с Маяковским. Ну да, есть такие сравнения. Ну безусловно, некое сходство в слоге их стихов, как говорят, есть, но творчество Рождественского все-таки очень сильно и индивидуально. Ну вообще, говорят, сначала было слово, да? Да, ну и правильно говорят. Да, а я провозглашаю другое. Если уж слово, то нужно его говорить правильно. Доброе утро! В эфире рубрика «Говори правильно» и с вами я, Мария Евстратова. Сегодня мы говорим о правильном употреблении частиц «не» и «ни». Такая отрицательная частица относится к служебным частям речи, которые помогают нам составить текст. Оказывается, «не» и «ни» имеют абсолютно разное значение. Мы будем писать «ни», когда хотим усилить существующее отрицание. Мы не увидели ни одной птицы на небе. В сложно подчиненных предложениях, например, «куда бы он ни пошел, везде думал о ней». При использовании однородных слов, например, «когда заболел, я не мог ни есть, ни пить, ни читать». Если отсутствует сказуемое. Очень часто к ним можно подставить слово «нет», например, «ни солнца, ни ветра». Основной функцией, которая передает эта отрицательная частица, является усиление. Рассмотрим случаи, когда пишется частица «не». Двойное «не» произносится при утверждении, например, «не мог не сказать об этом», в некоторых восклицательных предложениях, обозначающих удивление. Как же не любоваться этой картиной? Стоит отличать правописание «не» и «ни» в местоимениях. Здесь все зависит от ударения. В сильной позиции пишем «е», «некого», «без ударения» и «никак». При употреблении существительными частицу «не» пишем слитно в случаях. При образовании антонима с «не», например, «красивый», «некрасивый». Возможности употребления слов без «не», «неуклюжий». Раздельное «не» пишется, если есть явное противопоставление. Он ему не друг, а враг. Подчеркивается отрицание. По телефону звонил не Вася. Также частицу пишем слитно, с полными причастиями, если не употребляется без «не», нет зависимых слов и нет противопоставления. Отдельно с краткими причастиями. И с полными причастиями, если есть зависимые слова или есть противопоставления. О правилах русского языка у меня сегодня все. Хорошего дня и до новых встреч! Выбор лагеря все-таки это дело ответственное. Совершенно верно. И лагеря бывают разные. Вот, например, есть оздоровительные лагеря. Как правило, они направлены исключительно на оздоровление и лечение детей. Ну, поэтому они расположены в основном на берегу Черного или Азовских морей, где-то в пригородных зонах, где есть либо море, либо озеро, либо лес. Ну и у нас где-то на Байкале есть такие оздоровительные лагеря. То бишь вдалеке от, не то что цивилизации, но от разных производств, заводов и в том числе, конечно, разных городских условий. Очень популярны сейчас образовательные лагеря. Задачей их является передать детям интересные знания, которые пригодятся им в будущей жизни. Это могут быть иностранные языки, где дети могут пообщаться и с носителями языка. В лагере по профессиям и так далее. То есть, где можно подтянуть не только знание языка, но и научиться качествам лидера и разным другим вариантам. Даже есть и театральные лагеря. То есть, выбор достаточно велик. Но есть не только такие лагеря. Есть спортивные еще, например, помогут развить у вашего ребенка навыки плавания, альпинизма. Ну и вообще абсолютно других разных видов спорта. Часто еще называют сборы, концентрацию детей в таких лагерях. Совершенно верно. У меня и ребенок ездил в такой лагерь, там прямо идут усиленные тренировки. Днем, вечером. Тенировка, да, подъем. Ну и хорошо, мне кажется, ребенок, когда входит в режим, это его не расхолаживает, а наоборот. Потом он приезжает, подтянутый. Ну и положительно на результаты влияют спортивные обязательно. Конечно, совершенно верно. Тем более, если ваш ребенок занимается спортом. Вообще, я бы, наверное, не стал бы советовать, но лучше... Порекомендовал бы. Да, потому что нужно по интересам ребенка, конечно. Если он на вас танцует, есть лагеря танцевальные. Если он поет, есть вокальные лагеря. Ну и, конечно, никуда не делись лагеря смешанного типа, где и спорт, и танцы, и походы, и какие-то образовательные программы. Все что угодно. Дискотеки под открытым небом, первая любовь, костры, походы, и плюс еще и разные интересные знания. Все это в совокупности. Бывает ли такое, спросите вы? Конечно, бывает. А вот в доказательство тому наш утренний гость. Сегодня у нас в гостях Оксана Валентиновна Бичевина, директор лагеря Содружества, заместитель первого секретаря Российского союза молодежи Иркутской области. А Софья Бревус, это руководитель образовательных программ лагеря Содружества и... И Анатолий Лавров, руководитель смен лагеря Содружества. Доброе утро! Дорогое Содружество. Содружество. Доброе утро. Ай, как дружно, ай, эмоционально. Командный голос. Да, отлично. Все как нужно. Ну, расскажите немножко о вашем лагере. Насколько мы знаем, он находится на Ольхоне, и он палаточный. Да. Лагерь у нас палаточный, вы правы. Он находится на острове Альхон. Альхон, это вообще замечательное место, жемчужина Байкала. Сакральное место. Сакральное место, правильно. И вот в этом сакральном месте у нас уже 16 лет проходит лагерь. Три смены у нас проходят каждый год ежегодно. И порядка, наверное, 500 детей, бывает больше. 500-600. Да, отдыхают каждое лето в нашем лагере. Ну, а в чем, на ваш взгляд, преимущество именно палаточного лагеря? Почему вот все-таки некоторые детки и родители выбирают палаточные лагеря, а не привычные корпуса вот деревянные. Я бы рассказывал. Или просто бетонные риги-комнатки. Это романтика, в первую очередь. В первую очередь, это на самом деле ребятишки приучаются к самостоятельности, потому что жить в палатке, это для многих прямо крайне новое. То есть это... То есть все привыкли к цивилизации, вот тебе Wi-Fi, вот тебе, значит, сменили простыни сами. Wi-Fi тоже приходит к нам. О, то есть все, пришел Wi-Fi. То есть лагерь у нас современный, он очень оборудованный. Да, дети живут в палатках. Нет, ну да, я с вами согласен. Как сейчас ребенка без инстаграма оставить, чтобы он там, я в лагерь, содружествует. На самом деле мы, у нас есть специальное время в режиме для селфи. Утром, вечером все. А, то есть вы говорите, так, ну сейчас время для селфи, да. Селфи по режиму. Шутка, конечно, нет. Ну, у ребят есть возможность фотографироваться, связь везде есть. Но они так заняты, что некогда. Некогда, абсолютно некогда. Это очень классно, потому что в телефоне сидеть возможности нет. Да, что ребенок забывает про вот немножко вот этот, грубо говоря, инстамир, да, назовем его так вот. Не сидит все время в контакте, да, занимается делом. Чем занимаются, кстати, эти ребятишки? Что вот, может быть, изменилось за эти 16 лет? У ребят отдых активный на 256%. Активный в каком плане? Какие активности есть? Походы. Что? Вот примерно. Все игры, все мы пишем сами. Мы готовимся в течение года к каждому. Каждое лето у нас разные мероприятия. То есть нет такого, что ребенок из года в год приезжает, а и одно... А, я знаю. Да, всегда разные, это во-первых. Во-вторых, у нас очень сильная образовательная программа. Вот Софья и занимается. У нас мастер-классы разные для ребятишек, начиная от элементарных каких-то занятий руками, там, да, что там... Хэнмэй. Хэнмэй, да, как это сейчас говорят. Заканчивая серьезными мастер-классами на лидерство, команде образования, ораторское искусство. О-о-о-о. Мы готовим... Да, да, мы готовим активистов. То есть ребятишки, приезжая к нам, раскрывают свой потенциал внутренний. И потом уже в школе начинают учиться лучше. Начинают интересоваться чем-то большим. То есть им хочется развиваться после лагеря. Вовлекаться в деятельность общественных организаций. После этого очень активно они начинают, да. То есть бывают и праймеры какие-то, нет? Много всего. На самом деле программа очень насыщенная, и праймеры в том числе. А сколько дни вообще длится отдых? Двенадцать дней? Двенадцать. Четырнадцать-двенадцать дней. Сколько примерно ребятишек живет в водной палатке и... Какие вообще условия? Потому что вот мне, например, как девочке, если бы сказали, поживи-ка двенадцать дней в палатке, я бы сказала, ой, нет, извините. А если бы сказали, что у тебя есть круглосуточный доступ в горячей воде, то всегда можно сходить помыться. А че телефон подзарядить, например? Ну вообще это как бы не приветствуется, потому что опять же живое общение должно быть. Мы стараемся детей... А немного вот оградить. Но родители могут связаться с лагерем. Конечно, всегда. Есть дежурный телефон, они могут... То есть я могу узнать, как ребенок может взять этот телефон. Есть ли охрана в лагере? Конечно. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение на территории лагеря. То бишь мышь никакая посторонняя. Ни один суслик эльхонский не пробежит из нашего. Ни один суслик не будет там продавать рыбу. Ну-ка возьмите, возьмите. Нет, у нас все как бы... У нас территория огорожена. Класс. Постоянная охрана на круглые сутки. Действительно видеонаблюдение. Все это отсматривается. Мы проходим все проверки. На самом деле мы, если честно, мы, наверное, не особо от стационарного лагеря отличаемся. По требованиям, которые... Они даже у нас жестче, чем у стационарных лагерей. Ну, наверное, да. У ребятишек есть все. Лагеря устанавливается по всем требованиям Роспотребнадзора, по требованиям пожарной инспекции. То есть все у нас идет по правилам. Вообще мы находимся в реестре детских, образовательных, оздоровительных лагерей. А его можно проверить в интернете? Конечно. И туда просто так никого не добавляют. Это я знаю 100%. Да. Все очень серьезно. Лагеря принимает межведомственная районная комиссия, выписывает акт на открытие лагеря. А чтобы получить этот акт... Там нужно пройти огонь, богу и не на эту руку. Это точно. Ну, мы лагеря сдать еще нового ГТО. Расскажите, вот такой вопрос, наверное, интересует многих ребятишек, которые собираются поехать в лагерь. Ну, вот из моих воспоминаний, например, с детства, самое ожидаемое событие в лагере... Любое. Это дискотека. Учитывая, что у нас большая профессиональная сцена, наподобие таких, которые собираются у нас на все городские мероприятия. Ничего себе. У нас 5 киловатт света и звука. Ого. Будет опен-эйр. Опен-эйр это уже скучно у нас. То есть мы проводим регулярно какие-то такие интересные... То есть не просто дискотека даже, элементарно, а дискотека, где у каждого ребенка есть свое задание, где ему надо еще взаимодействовать, не просто танцевать. Крутие. Я уже не говорю... А танцевать как-нибудь в каких-то стилях? Всякое разное. Это все есть на самом деле. Слушайте, я так жалею, что мне сейчас летние 14. А еще мы привозим диджеев. Музыкальные группы диджеев привозим. Которые ведут мастер-классы с ребятишками. Да, вечером дискотеку проводят. Я тоже хочу к вам в лагерь. Все так говорят, слушайте, приезжайте. Слушайте, класс, вообще прям... У нас все современно, насколько это возможно. То есть мы в тренде, мы стараемся делать то, что интересно, в первую очередь, ребятишкам. Ну да, потому что сейчас действительно, мне кажется, стандартных вот таких лагерей, которые были хотя бы еще лет, допустим, 10-20 назад, их практически не осталось. Все пытаются здесь что уникальное как-то выделиться. Не все. Создать какую-то, ну, многие, так скажем, уникальную программу. Ну вот здесь мы видим, что... Я бы сказал избранный, Анатолий. Избранный. Что касается вашего лагеря. Дети, которые сами, либо есть профессиональные повара, несколько разовое питание. Чем будут кормить, примерно? Питание у нас пятиразовое. Ксаналитина, расскажите. У нас в лагере пятиразовое питание. Готовят у нас профессиональные повара. Повара уже приезжают в лагерь не один год. У нас есть одна повар, легендарная наша тетя Таня. Дети едут иногда на тетю Таню. На тетю Таню. Понятно, спрашивают. Будет? Таня будет, да? А тетя Таня едет в этом году. Едет. Ура! Все, тетя Таня едет. Они привозят ей шоколадки, подарочки какие-то. Вот. Ну, то есть, самое главное в лагере, я считаю, когда дети у нас сыты и накормлены вкусно, тогда программа... Да, они счастливы. А если ребенок голодный, то никакая программа ему уже не интересна будет. Ну, а смотрите, как же на природе обойтись без, вот, например, ужина у костра. Да, костры, вот эта вот романка. Пионерский костер. Ну, альхом, да, это же звезды, это такое прямо, ну, не знаю, небо звездное, на котором можно просто сидеть, загадывать желание, не знаю, смотреть, как... Небо шикарное. Как, да, и таки, папа знает, папа пожил. Вот, смотреть в глазах, как костер, там столько в любви люди признаются вообще. Вот это вот еручка. Я думаю, что в этом году... Меня просто захлестывает, я вспоминаю свой альхом. В этом году мы, наверное, обойдемся без такой романтики, потому что, если вы в курсе, да, у нас противопожарный режим, костры разводить нельзя. То есть... Есть какая-то замена? Конечно, конечно. То есть фонарики... Люмининоценные лампы. Большие фонарики, мы делаем инсталляции световые, да, возле них собираются также ребята и... Песни под гитару мы поем. Ну да, потому что это объединение, это немаловажный фактор, вечер, темно. Дрова подкидывать не надо, а так все то же самое. И еще в лагере есть один важный очень момент, и один очень важный человек, даже не один, это вожатый. Вожатый, да. Это наша гордость. Так, вот с этого момента поподробнее. Это преувеличение, у нас прекрасный педагогический отряд, он так же называется «Содружество», мы готовим вожатых сами в течение года, мы их набираем, готовим, ну и параллельно они, конечно, проходят у нас курсы вожатых специально, которые у нас организованы в Министерство образования. То бишь, это не просто люди с улицы, то «А, кто хочет поработать?» Нет. Я. У нас очень большой отбор, у нас всегда очень много заявок из года в год, мы отбираем самых-самых, они проходят школу, сдают экзамены, получают сертификат вожатых, стажируются. И только потом они становятся полноценными вожатыми. Мы очень серьезно к этому относимся. Ну, правильно, здорово, что у вас все проверено, все серьезно, ответственно и очень общинная, да, интересная программа. Совершенно такая, я бы сказал, наверное, сейчас один из трендов, это может стать, по идее, для отдыха детей, потому что все уже привыкли к таким лагерям, монументальным и так далее. А вот именно здесь и себя испытать, и получить очень много полезной информации, потому что я понимаю, если 12 дней, за 12 дней я столько должен, чтобы должен получить всего, и как с этим потом еще и справиться, если мне в этом помогут, тем это очень клево. Мы очень стараемся быть актуальными, быть на волне, мы пишем мероприятия, конечно, у нас есть и патриотические, и по мотивам каких-то художественных произведений легендарных, но при этом, да, но при этом у нас есть и мероприятия, например, по мотивам компьютерных игр и современных фильмов, и монтфильмов. То есть, на радио, где типа Ольхону играют в доту, в общем, почему? И продают много успехов. Мортал Комбат, на самом деле, Варкрафт, все вот эти, все, что в трендинге. Мы стараемся показать ребятишкам, что, чтобы играть в игры, не обязательно погружаться в компьютер, это можно воссоздать в реальности, это намного интереснее, чем ты управляешь там своим персонажем где-то в виртуальном мире, а тут ты, сам персонаж, сам собой управляешь. Ну, эта тенденция, мне кажется, и во взрослый мир приходит, считайте, разнообразные квесты, городские квесты, которые и так далее. Да, 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 совершенно верно, которые тоже вышли, наверное, из компьютерных игр, половина из них из фильмов. Хочется сказать вам спасибо, что вы нашли время. Вам спасибо, что позвали. Вам спасибо большое. Вы прямо так всколыхнули. Нахнулили, что захотелось пойти, просто собрать рюкзачок и уехать в лагерь. На самом деле, мы вас приглашаем в гости, приезжайте. Я думаю, ребятишкам будет интересно пообщаться с ведущими легендарного шоу «Барабан». Легендарного? Ну, конечно. Я думаю, что для них это будет огромное удовольствие посмотреть вживую на вас. Они же вас видят только по телевизору. Если они вам позадают вопросы, а если вы еще что-то интересное расскажете, я думаю... А мы можем. А вы можете видеть. А мы с удовольствием. Это будет лучший подарок нам и ребятишкам, которые к нам ездят. Ребята, огромное спасибо. До встречи на берегах... Ольхона. На берегах Байкала, на острове Ольхон, в лагере Содружества. Спасибо. Спасибо, до встречи. До свидания. Спасибо большое. Солнце, море друзей, неповторимая природа Ольхона ждут детей в областном палаточном лагере Содружества. 15 лет профессиональные вожатые организуют интересную и увлекательную программу для детей. Приобрести путевку вы можете по адресу. Чкалова, 39А, 1 этаж, Российский союз молодежи. Справки по телефону 33 25 31. Лучшее приключение лета для ваших детей. Ну что ж, друзья, все мы знаем, что в походе главное не только те, кто идет рядом с вами и несет ваш рюкзак, но еще и палатка. Это, наверное, тоже одна из самых главных вещей в дикой природе. Ну согласен, потому что это твой домик на весь твой отдых. Ну и мы уже обсуждали преимущество отдыха в палатке и как это хорошо, экономно и удобно. К тому же сейчас столько разных вариантов новейших дизайнерских и очень интересных палаток. Вот, например. Например. Есть такие, которые крепятся над землей. Удобны они тем, что для их установки не нужно искать ровную поверхность и при этом существенно снижается риск быть съеденным, укушенным или разбуженным каким-нибудь ползучим насекомым. Ой, да ладно, Яночка, это все твои страхи. На самом деле надо выбирать такое место, где нету всяких ползучих, хищных. Ну насекомые, комары не страшны, мне кажется. Ну вот еще, например, такой вариант для тех, кто любит быть в подвешенном состоянии. В прямом смысле этого слова. Да, гамак. Почему бы и нет? Ты спишь, в принципе, не на полу и на свежем воздухе. И руки в тебе не пристают. Да. Ну теперь можно перейти, наверное, к палаткам, которые выглядят очень экстравагантно. Например, есть такая палатка, которая представляет собой тент, на которой в форме капли к дереву или к какой-нибудь стене она прикрепляется. То есть вот так она стоит и вот так вот капелька. Что-то такое космическое инопланетное, мне кажется, напоминает. Не очень такое интересное, действительно космическое. Ну, кстати, надувная палатка, мне кажется, она очень экологически чистая. Нужно идти в поход с проверенными людьми. Совершенно верно. В которых ты будешь абсолютно уверен, чтобы не возникало всяких неприятных ситуаций. Поэтому я предлагаю прямо сейчас посмотреть наш астропрогноз и узнать, как же ведут себя знаки зодиака в походе. Доброе утро, друзья! В эфире рубрика «Астропрогноз» в студии Юлия Кожевникова. Нигде человеческая сущность не проявляется так ярко, как в походе. Если вас потянуло в леса и вы набираете себе для этого компанию, то знайте, личности некоторых знаков зодиака могут очень удивить, когда дело дойдет до разведения костра. Если все сопоходники считают варку макарон кульминацией похода и самым волнующим элементом вылазки на природу, то Овин с этим категорически не согласен. Ему нужен драйв и экшен, поэтому пока зануды чистят картошку, Овин организует катание с гор на надувной лодке или состязание по дерево-лазанью. Телец ни за какую тушенку не полезет туда, где за камнепадом ревет камнепад, а вокруг сплошь анаконды и нехоженные тропы. В любой походной кампании телец берет на себя обязанности завхоза и непостижимым образом знает лучше всех, куда девался нож, кто взял с собой сгущенку и с какой стороны растет мох на леснике. Даже в диких лесах Парагвая близнец найдет себе компанию, вот буквально отойдет до соседнего дерева, а вернется уже с группой австрийских туристов, которые пять лет назад поехали посмотреть на Байкал, да так и заплутали. Рак сразу интересуется, как вы намерены его развлекать. Он опасается природы, не доверяет подозрительному вареву из котелка и тащит с собой личный ноутбук, потому что в походе явно будет нечего делать, а у него еще третий сезон не смотрен. В походе в основном сидит в палатке и не одобряет происходящее вокруг. На лоне природы у льва просыпается инстинкт хищника, он ловит шляпой бабочек и рыбу голыми руками. Не скрывает, что в поход идет в основном для того, чтобы нагулять аппетит, сделать селфи на вершине горы или с краснокнижным гепардом, если повезет. Августовский поход дева начинает планировать в сентябре. К Новому году список всех необходимых вещей уже готов. К 8 марта рюкзак уложен. К 1 мая у девы есть точный прогресс погоды и полная информация о состоянии тропы. Весам вообще все равно, куда идти, что есть и где спать. Лишь бы цель была того достойна. Эти эстеты готовы 30 километров месить грязь, в которой камазы вязнут и карабкаться по склонам, на которых даже у горных коз случается головокружение, чтобы добраться до какой-нибудь особой милой полянки с лютиками. Скорпион порадуется походу только потому, что ему предоставится повод пойти в самый навороченный магазин снаряжения и оставить там трехмесячную зарплату. Скорпион купит новейший рюкзак с подогревом, массажем спины и трекинговые ботинки со встроенным GPS-навигатором. Просто так бродить стрельцам скучно, им надо сплав по водопадам и бег на перегонки к вершине Вереста. Любят походы поэкзотичнее, на ослах по пересеченной местности и какой-нибудь мистической шаманской пещере в самый раз. Козерог не особенно любит удаляться от родных мест, но зато если выманить его в леса, он будет незаменимым членом команды. В походе основательность козерога обеспечит всем питательный ужин из трех блюд вместо доширака, полевой душ и палатку, поставленную на века. В поход водолея можно выманить только обещаниями ровной сухой тропинки, которая через 100 метров приведет к гамаку на берегу озера, где можно будет два дня подряд валяться с книжкой и потягивать вино с видом на камыши. В походе рыба молча страдает от дискомфорта, аллергии на пыльцу и несварения на почве сухарей. Рыбий лик прояснится только на обратном пути, и чем ближе к цивилизации, тем лучше у нее настроение. Конечно, настоящий поход дарит массу впечатлений и воспоминаний, но необходимо помнить, что готовиться к туристическому мероприятию нужно ответственно и основательно. И не стоит забывать о главном – природу нужно ценить, уважать и беречь. До завтра! Еще раз, друзья, мы желаем вам доброго утра. Те, кто к нам только что присоединился, напоминаю, это утреннее шоу «Барабан» на телеканале «Айст», Яна Колотиева и Горьбялус, а сегодня 20 июня. И сегодня защитники животных призывают обратить внимание на проблемы слонов, как раз бы самых величественных животных современности. На самом деле, впервые в «Семирный день» вот этих замечательных слониках в зоопарках отмечали в 2009 году. Тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главной из которых было освобождение всех слонов мира из неволи. Вот с тех пор этот день отмечается каждый год. Я предлагаю сходить, например, в контактный зоопарк. У нас хоть слоников и нет, но попроведовать других животных и самому поднять настроение, себе и им поднять немножко настроение. Ну, кстати же, в этот день еще родился замечательный человек, который буквально очень любит животных и знает о них все и, наверное, даже больше. Николай Дроздов, всем известный профессор, зоолог, вообще российский, советский ученый. Николай Дроздов, мы, конечно, поздравляем с юбилеем, если я не ошибаюсь, 80 лет исполняется этому замечательному человеку. Да, и сегодня он получит массу приятных поздравлений и подарков. Со всего мира. Да, у нас для вас, друзья, тоже есть очень приятные подарки. Напоминаем, это билеты в контактный зоопарк, в кинотеатры, в разные музеи, в галерею Бронштейна. В общем, подарков у нас множество, как и множество вариантов, куда сходить. Кстати, вот куда лучше отправиться, я думаю, подскажет. Афиша, как всегда. Совершенно верно. Доброе утро вторника, дорогие друзья! В эфире рубрика Афиша и я, ее ведущая, Юлия Долгопятова. И мне не терпится рассказать вам о новых мероприятиях на сегодня. В Иркутском музыкальном театре в 18.30 пройдет балет Капеллия. Капеллия – это один из самых популярных классических балетов, в котором языком танца и жестов зрителям будет рассказана история о том, что такое любовь, какой она бывает и какое разочарование может настигнуть человека из-за коварно-человеческой сущности и фальши. Также в Иркутской областной филармонии состоится концерт классической музыки «Тень твоей улыбки». Ученые-специалисты утверждают, что именно классическая музыка наиболее эффективно помогает побороть стресс, депрессию и снять нервное напряжение. А в 16.00 в областной юношеской библиотеке имени Уткина сегодня состоится мастер-класс основы портретной фотосъемки. Если вы хотите научиться делать качественные снимки или живы начинающий фотограф, вам непременно стоит посетить этот тренинг. Хотите порадовать своего ребенка, тогда вам стоит сходить на мульткино «Ура, лето!». Каждый выпуск длится комфортно для ребенка 45 минут и состоит только из новых серий популярных отечественных мультсериалов. В новом выпуске свежие эпизоды сериалов «Белка и стрелка», «Озорная семейка», «Мимимишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий паровозов» спешит на помощь, «Лунтик» и его друзья Тима и Тома. Надеюсь, вы внимательно меня слушали. Тогда ответьте на мой вопрос. Какой из вышеперечисленных эпизодов я не назвала? Ответы присылайте на почту barabansobakastv.ru или в группе ВКонтакте. Правильно ответившему на мой вопрос достанется билет в контактный зоопарк. Человеку обязательно нужно уметь расслабляться, поэтому посвятите своему отдыху хотя бы несколько часов в день. Я с вами прощаюсь до завтра. Пока-пока. Ну а мы на сегодня с вами прощаемся. Желаем вам хорошего дня и хорошего настроения. Ну и вспоминая строчки Олега Митяева, лето – это маленькая жизнь, поэтому потратьте вот эту частичку жизни ярко, интересно, красиво, с умом и с пользой. Ну а мы рады, что если подсказали вам что-то хорошее и интересное, мы можем спокойно и радостно тоже провести этот день. Ну а каждое утро вместе с вами. На сегодня все. Увидимся уже завтра. Пока. Пока.